На этой неделе в суде рассматривали очередной иск частного перевозчика к мэрии. Разбирательство продолжается, чиновникам и владельцам коммерческих маршрутов договориться пока, похоже, не получается. В чем причина и, как по мнению самих предпринимателей, нужно организовывать пассажирские перевозки в Омске? Об этом мы поговорим с руководителем саморегулируемой организации Омской перевозчики Владимиром Геворгианом. Владимир Геннадьевич, здравствуйте. Владимир Геннадьевич, вот в этой самой студии в начале декабря мы общались с новым руководителем департамента транспорта Алексеем Мертоненко. И вот тогда задачу ведомства он обозначил, как не навредить частникам, не поддержать только муниципальный транспорт, а сделать все для удобства пассажиров в первую очередь. Вот на ваш взгляд, получается, нет и почему? Мы видим, что слова и дела кардинально расходятся. То есть буквально после вот этих первых интервью наши средства массовой информации города Омска пестрят тем, что директор департамента работает только на муниципальный транспорт. Частники ему не нужны. Это враги, это перевозчики, которые забирают пассажира. Пассажиров всех надо насильно пересадить в салоны муниципального транспорта и собрать все деньги. Вот это то, что мы видим в течение двух месяцев. То есть и перевозчики сделали вывод, что директора департамента Мартыненко поставили для того, чтобы уничтожить частный бизнес в Омске. Первое – это отмена маршрутов. Второе – это изменение маршрутов в угоду непонятно кому. Я приведу свой пример. Например, 359 маршрут в ноябре месяце приняли решение изменить конечную. Я предупрежден об этом. Только через полгода вступает. Мне приказом директора департамента положили договор, положили приказ. Или с 1 января едешь, или мы с тобой расторгаем договор. Вот это вот второе. То есть закон здесь не играет роли. Приказ директора департамента выше закона федерального 220. А если вернуться немножко в 2013 год, когда проведен был конкурс, и мы брали на себя обязательство заменить автобусы «Газель» в течение трех лет на автобусы выше класса. Выше класс тогда признавался это вместимость. В 2014 году устав автомобильного транспорта отменил этот критерий и назвал автобусы все по классам, по длине. То есть до 5,5 это автобусы особо малого класса, с 5,5 до 7,5 любые автобусы любых марок это малый класс. И только выше 7,5 там средний класс и дальше большой. Поэтому и «Газель», и «Форд», и «ПАЗ» это все малый класс. А нас обвинили, что мы не поменяли автобусы малой вместимости на автобусы высшей вместимости. То есть формальный повод, закон этого не позволяет. И понятно, что никто из перевозчиков с этим мириться не будет. И будут продолжаться иски и все остальные законные методы. Что суды говорят по этому поводу? Суды, вы знаете, первые иски, которые подавали перевозчики, они подавали их, неправильно подавали их, формулировали. Они оспаривали закон, вернее не закон, а документ планирования. А зачем его оспаривать? Документ планирования в соответствии с 220-м законом должен быть в городе. И мы его не оспарим. Но это всего лишь документ планирования. Это как вы планируете купить кухню. Ну хорошо, планируйте. А вы ее купили? Нет. Точно так же документ планирования не отменил те 27 маршрутов. И поэтому перевозчики продолжают работать на законном основании. А их всех уже априори назвали нелегалами. Есть некий конкурс на какой-то маршрут. Заявляясь туда предприниматель, допустим, а можно туда заявить, скажем, 100 машин, да, предприниматель говорит, у меня есть 50. И выигрывая конкурс, заявляет 50 машин официально. Затем неофициально выпускает еще 10-15 машин, либо своих, либо сдает в аренду возможность ездить по маршруту. Соответственно, неучтенная прибыль, недоплаченные налоги. И вот как с этим бороться, может быть, как раз вот из-за таких случаев, в том числе Мартыненко, и как глава департамента завинчивает гайки? А вы знаете, вот тут простой пример. Вот компания «Автосила». Когда-то, когда она пришла, ей объявили временный конкурс там, или как временный допуск на полгода. Она получила этот допуск, зашла там на маршруты, на свои, на муниципальные. То, что у них автобусы не новые, а бэушные, но они автобусы. Для них вот открывали все двери. Определяли количество автобусов для них. Там 15, 12 и так далее. Вторую часть ставил муниципальный парк. Вот. Муниципальный парк в итоге обанкротился, работая на этом маршруте с автосилой. С помощью, естественно, департамента транспорта. И убрал свои автобусы на другие направления. А автосила добавила. На сегодняшний день на маршруте номер 20 стало 37 автобусов. Мы видим, мы пассажиры, да, видим, что проезд делают по 22, по 20. По 19 возникает вопрос в голове. Ну, не в убыток же они себе работают. Получается, изначально могли дешевле. Вот как с этим быть? Просто, чтобы не путать пассажиров, была определена одна цена. Кто-то при этой цене работал в плюс, кто-то в минус. Чтобы понять, за 22 честный перевозчик без субсидий работа не в убыток? Может возить. Или не в убыток? Может возить. Вот. Может. Потому что у каждого перевозчика своя себестоимость. Кто-то планирует в этом году купить транспорт, кто-то не планирует. Вот тот, кто планирует, ему будет мало. Кто не планирует, он обойдется. Какое оно, оптимальное сочетание муниципального транспорта и частного? Вообще возможно ли это? У департамента транспорта нужно исключить функции финансово-хозяйственной деятельности. Потому что он и организатор перевозок, он и болеет за муниципальные предприятия. Финансирует их, покупает топливо, выдает зарплату и так далее. И он, естественно, выбирает их в первую очередь. А он должен выбирать пассажира, а потом выбирать перевозчика. Поменять принцип абсолютно. Это первое. Нужно изучить пассажиропотоки, где пассажиры пользуются транспортом и где, какой необходим подвижной состав и какие направления. Вот это второе. Третье. Под это, не нарушая федеральное законодательство, имеют договоры, люди и карты. Провести новые маршруты на новые направления. Видоизменить старые, по договоренности, по компромиссу, еще как-то. Все возможно достичь. Но для этого нужно работать, а не диктовать условия. Нам бы хотелось тоже встретиться с мэром и рассказать, какие мы на самом деле партнеры. Вот не просто, чтобы он с муниципальными предприятиями встречался там с кондукторами, с водителями, а пусть с нами встретятся, с нашими коллективами. Мы ему предоставим такую возможность. Было бы желание.